Итак, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о группе, которая доказала, что добротная рок-музыка – это не удел высоколобых интеллектуалов. Она может быть вполне пролетарской и не иметь западных корней. Мы поговорим о группе, песни которой стали настоящим современным городским фольклором, обладающим своеобразной, отталкивающей притягательностью. Как вы догадались, сегодня мы поговорим об ансамбле «Сектор Газа». Приступим к истории. Началось все в середине 80-х в городе Воронеж. Юрий Клинских – обычный школьник из рабочей семьи, под влиянием старших братьев открывает для себя рок-музыку и практически забрасывает учебу в школе. Однако по наставлению отца, поэта-любителя, Юрий продолжает изучать литературу и вскоре сам начинает писать стихи, в которых уживались отличный стиль и техника с ненормативным содержанием. Отслужив в армии и устроившись работать инспектором ГАИ, Клинских осваивает гитару и, поддавшись уже всеобщей моде на рок-музыку, начинает писать песни. В 1987 году он дебютирует на сцене Воронежского рок-клуба. Как ни странно, среди первых написанных песен Юрия, которые он тогда и исполнил в акустике, было уже несколько будущих хитов «Сектора Газа». Например, «Голхозный панк», «Спокойной ночи, малыши» и «Утопленник». Слушатели были заинтригованы, но настоящий успех случился на следующем фестивале, когда Юрий представил свои веселые матерные песни в сопровождении группы. Ансамбль получил название «Сектор Газа», так в шутку назывался район, в котором жил Юрий и где располагался рок-клуб. К самому Юрию, увлекшемуся панк-культурой, прицепилось прозвище «Хой», которое он стал использовать как сценический псевдоним. В 1989 году группа записывает сразу несколько магнитоальбомов, которые имеют хождение в основном в рок-клубовской тусовке. Имея статус звезд воронежского рока, Юрий Хой понимает, что «Сектору Газа» пора выходить на качественно другой уровень. Потому он в 1990 году продает свой мотоцикл и на вырученные деньги записывает альбомы «Зловещие мертвецы» и «Ядрёна вошь» в профессиональной студии. Голодная до всего запретного советская публика принимает на ура песни о провинциальной и деревенской жизни, в которых Клинских не стеснялся в выражениях, описывая приключения своих лирических героев. Уже через год «Сектор Газа» записывает альбом «Ночь перед Рождеством» в Москве и начинает активно выступать. Успех у публики был оглушительный и группу больше не могут игнорировать официальные СМИ. Потому вскоре фирмой «Мелодия» издается перезаписанный, правда в несколько цензурированном варианте, альбом «Колхозный панк». И «Сектор Газа» появляется на центральном телевидении. На группу накатывает новая волна популярности, и гастрольный график становится еще более жестким. Несмотря на развал Советского Союза, от которого пострадали практически все топовые рок-группы, «Сектор Газа» не только продолжил выступать, но и продавать свои записи многотысячными тиражами. Альбомы «Гуляй, мужик», «Нажми на газ», «Танцы после порева», сохраняя стилистику народности, делают шаг вперед в техническом плане, что отражается и на живых выступлениях группы. Состав ансамбля усиливает второй гитарист, а басиста заменяет секвенсор. Такое звучание становится фирменным почерком «Сектора Газа». Своеобразным, но успешным экспериментом становится панк-опера «Кощей Бессмертный» 1994 года, где арии героев написаны на мотивы композиций групп «Red Hot Chili Peppers», «Queen», «Ace of Base» и других. Альбом получился настолько успешным, что группа даже начала работать над видео-версией оперы. Однако работа так и не была закончена. После очередных изменений в составе в 1996 году «Сектор Газа» записывает неожиданно серьезный альбом «Газовая атака», где Юрий Хой предстал в облике не веселого матершинника, а тонкого лирика. Изменение стилистики пошло на пользу группе, и песни «30 лет», «Туман», «Твой звонок» попадают в ротации крупнейших радиостанций. В 1997 году выходит более традиционный альбом «Наркологический университет миллионов», отмеченный одним из главных хитов всего творчества группы – композицией «Пора домой». Именно эта песня позволила «Сектору Газа» выступить в Лужниках и даже на Красной площади 9 мая 1999 года. Из-за кризиса 1998 года состав группы пришлось сократить до клавишника и гитариста, однако работа над новым материалом не прекращалась. Музыканты записали альбом ремиксов и готовились к изданию очередного номерного альбома. Однако 4 июля 2000 года происходит трагическое событие. От сердечного приступа умирает Юрий Клинских. Последняя запись группы «Восставший из ада» выходит уже после смерти Юрия. После этого группа прекращает свое существование. В начале нулевых появляется сразу несколько групп. X-Сектор Газа, Сектор Газовой Атаки и SG, к которым причастны музыканты в разное время, игравшие в Секторе Газа. Эти группы стали продолжателями музыкальной эстетики Сектора Газа, однако без харизмы Юрия Хоя это совершенно не то. И они не снискали большого успеха. Ансамбль «Сектор Газа» давно стал классикой русского рока. К нему можно по-разному относиться, но нельзя отрицать влияние их музыки не только на отечественную культуру, но и на общество. Тем более, что песни Юрия Клинских даже спустя 15 лет после его ухода продолжают звучать во дворах, на сценах клубов, на кухнях и в казармах. А это что-то да значит. На этом все. Ну а я желаю вам осваивать гитару, дабы ваша любимая музыка рождалась под вашими пальцами и звучала вашим голосом. С вами была рубрика «Ликбез» от Джентльмен Клаба специально для проекта «Гитарин». Пока! Субтитры создавал DimaTorzok